Ну наконец-то Васильевич едет. Я уже заколебался его ждать. Беги с ним теперь. Здорово, Фидли, как долго? Да вот, ну что, задержался. Давай, погнали, наши городские, наконец-то. Устаю, ждут, прошел километра на три. Все, поехали. Ну как же мы раньше ездили, а? Не знаю, тут кайфово сейчас. Да, сейчас вообще не то, что давеча. Ну что, 800 нам? Где-то, наверное, часиков за 12 управимся, доедем. Я думаю, должны. О, 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 чё? Чё такое? Чё такое? Чё-то, 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 чё-то. Едем уже. Ребят, всем доброе утро. Ну что ж, не успели мы приехать с Астрахани и уже уезжаем на Онега. В гости к Гене Йети. У нас будет очень интересная поездка. Это будет больше, наверное, поход с элементами рыбалки. А кто с нами поедет и что будет дальше? Смотрите. Сейчас я буду забирать Мишку и мы выезжаем на Ярославку. А вон и Мишка наш. Поехали, нас ждут великие дела. В общем, всё случилось как обычно. Вот открыть открыл, а мозг не включил. А проснуться забыл, да? Да. Вот такое, ребята, начало поездки. Не торопливо, нет. Этот военный КамАЗ прёт уже перед нами километров шесть, восемь. Везде знаки, блин, запрещающие обгон. И как только они заканчиваются, я пытаюсь обогнать и сзади придурки вылетают. Сумасшедшие просто. С намерением снести меня в это самое, под задницу. О, ребята, шерпа мы встретили. Ёлы-палы. На редкость. Да, сейчас пойдём. Знакомиться. Знакомиться. Приветствую. Девастый. Ну как-то так. О, ещё в этом, в скотче. В скотче. Да, в упаковке. Ну что, ребят, вот шерпа прибывает. Вот ещё один приехал. Только сигналить не надо. Я уже слышал, как это происходит. Голуби обсыпаются прямо из деревьев. Голуби пустые? Это пустые. Вот и вы. Приветствую. Валера. Гера. Очень приятно. Валера. Царь. 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 Ну вот, ребят, нас окружили тундры. Честно говоря, нам тоже не хватает её. А тундры какие-то мы всё маловато. Будем этим заниматься. Маловато. Маловато. Но зато покомпактнее всё-таки. Ну да. Так, ребят, проезжаем Ростов. Вот, ребят, пончиковая, где Гена едет, когда объедает её постоянно. Заказывает все 48 пончиков. Это я про Гену Йети говорю, про большого. И кушает их не спеша. Потом ещё берёт 48 и с собой до своей берлоги лопает. Благодаря Гене тут всю эту жизнь двигается, двигается. Да, ездит он часто, пончиков берёт много. Поэтому развивается заведение. Вот такие вот у нас пирожки с пирогами. Ребят едут. Посмотрите, какой бурелом был здесь. Здесь был большой ураган. Несколько лет назад, лет 8 назад я уже показывал. Но не успел его полностью, масштабу не успели ему показать. И вот посмотрите, какой был бурелом. Вот это вот всё ураганом вынесло. Все деревья, всё вот здесь прошёл какой-то фронт такой, что вынесло, ну просто переломало всё. Плиты бетонные летали, говоря. Вон всё, бурелом, 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 бурелом. Дорогие друзья, мы вам передаём привет из Вологды. Вологда, привет тебе. Да, и в Вологде привет. Привет вашему ровному чудесному асфальту. Это, наверное, единственное место, где все дороги охраняются как памятник. Памятник в честь Великой Отечественной войны. Потому как не делали их, по ходу, как раз с тех бомбёжек. Я надеюсь, вы со мной согласны, да, не в обиду вологодчанам, но дороги у вас жопа. И маленькая ручка из неё торчит ещё. Здесь умирают фуры. О, блин. Сами видите, да, как у вас тут чисто и душисто реки по дорогам текут. Вот так, ребята, они и ехали. Один махал, другой храпел. Сачок. Я требую, чтобы профсоюз Мишек выписан в взыскание. Чтобы он шёл, получал категорию. Украинский дом. Только храпель. Украинский дом. Украинский дом. Украинский дом. Пожалуйтавал. Самилию подушку. Украинский дом. Ну что, ребятки, вот мы приехали в Вытигру. Будем заправлять вездеходы солярой. У нас три вездехода. Мы вообще вездеход даже не спускаем, а ты ворчишь. Ну так, ребят, нам повезло. У нас пробочки вверху оказались. Бак открыт. И с этой стороны у нас тоже пробки в самом верху заправочные. Поэтому бинго! Нам не надо съезжать с прицепа, как, например, вот тем вездеходом. Все, ребят, Гакукса, приехали! А, у меня лопнули глаза. Ребят, тут какое-то сборище шерпов. Гена вон здесь уже. Гнездо у шерпов. Народ, доброе утро! У нас оно действительно доброе и бодрое. Посмотрите, у нас идут сборы. Тут просто муравейник. Двенадцать человек, пять шерпов. Хочу сказать, что пять шерпов еще ни разу в истории не собиралось одновременно и не было показано по видео. Вот и началась наша экспедиция в поисках Гены Йети. Мы едем к нему в гости. Первый раз собирается пять шерпов одновременно вместе. И это здорово! Ну вот, ребята, пять шерпов в первый раз собрались вместе. Посмотрим, что из этого получится, и, может быть, мы найдем Гену Йети. Вы сейчас видите редкие кадры, когда пять шерпов одновременно находятся на льду. И мы едем искать Гену Йети. Мы едем к нему в гости. И, может быть, нам повезет, и мы его найдем. Так что оставайтесь с нами, смотрите и получайте удовольствие. Вот это класс! Класс! Привет всем шерповцам! Герва Грачев, я хочу, знаете, что сказать? Я знаю двух больших людей, которые производят технику. Это Ваксай, которые производят здудостроительные корабли и так далее. И вот я еще знаю одного великого человека, который делает такую технику. Герва Грачев, вот вы как считаете? Скажи, одни армяне. Я к этому подвожусь. Герва Грачев, вот скажите, пожалуйста, как вам вот эта техника? Супер, супер. Гордость распирает, да? По-чему не написано армяне. Ну, крайне мере, только у нас сделано, в России. Но нигде нет его пока. Ребят, ну что могу сказать? Конечно, на одной машине не так весело ездить. Но, тем не менее, нам это делать весело. Потому что у нас их пять. Пять вездеходов Шерп. Вы не поверите, но мы не ставили их специально. Просто остановились на традиции. Именно вот так вот. Язык в язык. Линеечка. Красота. Тридцать. Тридцать. Ну и наш вездеход, вы знаете, он загружен, в принципе, тоже немало. И вот еще наши сани. Танки работают просто чудно. Тридцать. Ну что ж, ребят, вот сейчас туман. Вы можете мне поверить. Вот за этой кучей Омега. Вот оно. Омега. Давайте, господа, за наших детей. Два коротких, один длинный. Ура! 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 Радостный Шерп резвятся. Так, радостный Шерп резвятся в луже. Коварный. Опасный Омега. Они резвятся, видите как. Не знают, потому что это за сила. Пацаны, вы куда едете? Мы на рыбалку. И мы с вами. Гера, возьми нас с собой. Поехали. Туда? Нет, туда сейчас едем. Езжайте за мной сейчас. Давай так же, как ехали, так и поедем. Последний. КОНЕЦ что поймал ничего не поймал мангал вижу мясо вижу а где рыба красавец красавица смотрите обрыбился володя ну молодец да да я думаю все два будет вот так вот ребята у нас рыба пошла а что вы тут делаете что вы тут делаете учили и бывало и удовольствие все пера жизни мы рыбачили в таком красивом месте вы сейчас собираемся едем уже домой чтобы завтра утром мы вернулись на это место и получили удовольствие еще больше такую красоту как давно я здесь не был упаду на траву гляну в ясное небо и пойму что живу небо в колокол грянет и польет проливной я бегу в свое детство летний дождик за мной мы живем на отцовской земле внуки сварагославные дети и летит на крылатом коне русско легкие тысячелетия это поле пахали зелени на сыны землю потом мешали от войны до войны воин было немало воин было немало выпадало сын нам землю кровью мешали чтобы вольно жить нам мы живем на отцовской земле внуки сварагославные дети и летит на крылатом коне русско легкие тысячелетия и летит на крылатом коне русско легкие тысячелетия русско легкие тысячелетия русско русско Как давно я здесь не был, упаду на траву Гляну в ясное небо и пойму, что живу Небо в колокол глянет! Мы живем на отцовской земле Внуки с ворога, славные дети И летит на крылатом коне Парусь, далекие тысячелетия Мы живем на отцовской земле Наши дети, славянские дети И летит на крылатом коне Парусь, далекие тысячелетия И летит на крылатом коне Парусь, далекие тысячелетия На брус! Да мы вас ждем, подъезжайте! Мы вас ждем, подъезжайте быстрее! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...